Дмитрий Николаев, главный тренер погоды в доме, дает последние указания своим подопечным перед матчем второго тура чемпионата Ульяновска по мини-футболу. В соперниках у желтых один из претендентов на золото нынешнем сезона. Команда, составленная из игроков Симбирска Аберхофа, чемпиона и серебряного призера чемпионата Суперлиги прошлого года. Мы не разделяем. Это единая команда сейчас. Не Симбирс, не Аберхоф. Это единый коллектив, который, будем надеяться, стремится к победе. Правда, начало поединка для горожан не заладилось вовсе. При этом и не скажешь, что соперник предложил какой-то ураганный темп. Однако уже на второй минуте Антон Лычкин ударом под перекладину застал врасплох голкипера Симбирска Николая Дементьева. Не прошло и минуты, как Алексей Голованов получил пас практически во Вратарской и хладнокровно забил второй гол. Апофеозом безобразной игры защитника Симбирска стал третий гол погоды. Один из них откинул мяч Дементьеву, но нападающий Константину Баськину прочитал этот пас как раскрытую книгу и отправил мяч в сетку. 3-0 уже на восьмой минуте матча. Мы очень серьезно настраивались на игру, но, к сожалению, так получилось, что в каких-то ситуациях концентрации не хватило. И поэтому получилось так, что пропустили на первых минутах легкие мячи. Где-то нужно было, наверное, поддавить больше соперника и не дать ему вот этой вольности. И, соответственно, я думаю, не было бы такого результата. Тайм-аут наставника Симбирска Юрия Назарова привел команду в чувство. Теперь настал вперед трудиться обороне погоды. До поры до времени она была безупречна, но в середине тайма дважды сплоховала. Сначала Сергей Гуров удачно подставил ногу под прострел партнеров, а потом Алексей Цыганцов, внесенный в заявку команду за несколько минут до стартового свистка, сократил счет до минимума. 3-2 в пользу погоды. Команды отправились на перерыв. Будем сильнее с каждой игрой. Вот эти матчи нужно вырывать и вытаскивать. Давай, давай, давай! На пустые тренера погода притворила в жизнь. С первых минут команда окопалась у своих ворот. Конечно, против мастеровитого соперника не обошлось без погрешностей, но именно во втором тайме очень надежно сыграл голкипер желтых Павел Нефедов. Ему удались несколько впечатляющих спасений. Сравнять счет Симбирского было не суждено. Кураж и настрой все вместе. Где-то без везения никуда в футболе. Если бы пробил получше игрок, там шансов бы не было. Где-то и мне повезло. Должно же когда-то там повезти. Потратив много сил на непробиваемую оборону соперника, горожане в концовке встречи дрогнули сами, позволив Константину Баськину забить еще дважды. Именно эти два удара и стали решающими. Исход встречи в пользу погоды уже стал очевиден. Ребята молодцы, в концовке все-таки вытерпели. Еще забили два прекрасных мяча. Вообще здорово. Молодцы. Я хочу ребят поблагодарить за самоотверженность, за то, что я их прошу. Сейчас пока тяжело. Два-три тура пройти нужно действительно на характере. А потом мы тренируемся, мы готовимся. И мы будем только сильнее с каждым днями. На последней минуте Симбирс все же сохранил лицо. Андрей Манышев сначала забил с игры, а затем уже после финального свистка сдабил пенальти, назначенного за перебор фолов. Но все это повлияло только на итоговый счет. 5-4 в пользу погоды и общую разницу забитых и пропущенных мячей. Не менее драматично разворачивались события в первом матче игрового дня. Кристалл и Динамо долго играли в ничью, но за секунду до финального свистка нападающий Кристаллов Анис Закиров отправил мяч в ворота соперника и принес своей команде очень важную победу. Авангард по ходу матча с Волгой вел 4-1, однако волжане все же нашли путь к воротам заводчан. Ничья 5-5. Вторая для крокодилов с начала чемпионата. Мобирейт уже в первом тайме против контактора оформил итоговый счет. И во втором и сам не забивал, и сопернику не дал. Самым результативным поединком с начала сезона стал матч Вертера и Симкора. 11 раз команды разводились в центре поля. Вертер при этом гораздо чаще. 10-1 в пользу Симкора. После двух игровых дней турниру на таблицу возглавили погоды и мобирейт. По 6 очков. В преследователях только Кристалл с 4 очками. Далее плотной группой Симкор, Симбирс, Контактор и Волга. Без набранных очков пока только динамовцы с вертеровцами. Третий тур состоится ровно через неделю. Центральной встречей наверняка станет поединок Волжан и мобирейта. Сумеет ли лидер одолеть потенциально сильную, но пока буксующую дружину Рената Аитова? Узнаем 26 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok